Дачный сезон объявляется открытым. Садоводы готовы побороться за самый увесистый, сочный и вкусный плод. Андрей Туманов традиционно выбирает новые саженцы для огорода. Проверяет каждый сантиметр дерева, обращает внимание на любую мелочь. Тут веточка суховата, а здесь повреждена основа ствола. Он практически никогда не лечится. Если уже вот такие вот проблемы пошли, я бы вот этот саженец выбороковал. Но подобный товар со скоростью ветра разлетается в интернете. Пользователи соцсетей не устают записывать видеоотзывы о крупных онлайн-магазинах. Каждая вторая посылка разочаровывает. Персик колоновидный, медовый, мертвый, сухой полностью, все, сушняк. То ли саженец не перенес дорогу, то ли изначально был сухим, как хворост. Садовод из Подмосковья давно мечтал вырастить малину. Но на ветках вместо почек появилась плесень. В этой же коробке куст земляники. Точнее, то, что от него осталось после пересылки. Она тут просто вся поломана. Конечно, неприятно получать вот в таком виде все это. Если растение пришло в целости и сохранности, это еще не повод праздновать победу. Все чаще магазины торгуют кустами самозванцами. Вы сажаете одно, а распускается совсем другое. Блогер из Беларуси захотел в огороде вырастить хурму. В ближайших питомниках экзотического для нашего климата экземпляра не оказалось. Зато интернет-магазин готов был удовлетворить каприз садовода. Правда, со стволом не угадали. Вот один саженец, бычье сердце. Вот второй саженец, тоже бычье сердце. Но они же деревья совсем разные. Даже по коре видно, что это такое. Вы несколько лет будете за ним бегать, ухаживать, а потом бац, и это окажется то, что растет у вас, извините, там соседний лес в полосе. По словам экспертов, 90% цветущей продукции из интернет-магазинов низкого качества. Специалисты советуют не тратить время на реанимацию плохо приживающихся саженцев. Проще выкинуть. Это касается и покупок на временных ярмарках. У менеджеров задача простая – получить сезонную прибыль. Никаких гарантий на природный товар нет. Они же не выращивают сами. Они просто скупают то, что обычно выбрасывают питомники. Вот они это скупили, будь то это поломанное, будь то сухое, будь то с плесенью, и они это рассылают активно. Проверить-то невозможно. Другое дело питомники, которые круглый год занимаются выращиванием. Можно на месте убедиться в качестве саженца. Переворачиваете горшок с растением, слегка обжимаете, вот постучали и сняли. Вы видите, что весь объем почвы заполнен корневой системой. Это говорит о том, что растение проживется у вас на 100%. Если проделать такой трюк нет возможности, огородники рекомендуют подковырнуть кору ветки саженца ногтем. Если вы увидите сочную ярко-зеленую ткань, растение можно брать. Александр Кузьмин, Максим Репенков. Настроение. Александр Кузьмин, Максим Репенков. Продолжение следует...